Приветствую вас, прошу прощения, если мой вопрос вас не слишком заинтересует, но мне бы хотелось получить на него ответ. Сам я из Москвы. Сидя в интернете, я довольно часто по воле случаев натыкаюсь на всякие ужасающие новости со всех просторов Российской Федерации. Какие-то совершенно ужасные и бесчеловечные события творятся вокруг, что сильно бьет по моей психике и вгоняет в депрессию и безысходность. Меня прямо пугает такая регулярность всяких ужасов, происходящих в стране, и я не могу представить, что мир вокруг настолько ужасен. Мои знакомые говорят, что везде так, в любой стране, просто до нас подобные вести не доходят, но мне страшно верить в это. Да, понимаю, бывают разные больные на голову люди в любой стране, но что бы в таком количестве? Неужели мир и правда такой жестокий и безумный, и даже в развитых европейских странах встречаются подобные ужасы? Или может это с россиянами правда что-то не так? Итак, это написал человек, живущий в Москве, с русским именем, и он уж точно русофобией не страдает. Он всего лишь посещает одно из многочисленных сообществ ВКонтакте, где ежедневно выкладываются новости, от которых волосы становятся дыбом. И если вы проходите по источникам и смотрите, на самом ли деле это произошло, да, это происходит на самом деле. И самые серьезные источники подтверждают в своей новостной ленте, что это и это происходит. Если вы давний подписчик или наблюдаете за блогом, то вы должны понять, что мои ролики так или иначе это сравнение, скажем так, относительно нормального европейского, в данном случае немецкого общества с русским больным обществом. А я уверен, что российское общество больное, как и больна вся страна. И дальше попытка разобраться, а что с этим обществом не так? Почему русские люди такие, какие они есть? И я считаю, это огромный недостаток, что сами русские не пытаются в этом разобраться. Телевидение занимается пропагандой. А надо бы собирать специалистов, начиная от психиатров, философов, писателей, просто думающих людей, за большим круглым столом. И вместо того, чтобы слушать Соловьева и Киселева, необходимо разбирать, где, в какой момент происходит вот этот слом психики. Почему эта страна живет как будто бы с отключенным мозгом? Либо большинство из них производят впечатление не вполне психически здоровых людей. А я говорил в своих роликах, что процент психически больных в российском обществе зашкаливает. Ведь это не только изломанное воспитание, это не только фальсифицированная история, когда люди не могут ориентироваться. Это непонятное нагромождение несвойственных русскому человеку ценностей. Но и стресс, нехватка денег, обман, мошенничество вокруг, что в конечном счете приводит к тому, что психика человека не выдерживает. И вот это одна из проблем, в которых я пытаюсь разобраться, как и пытаюсь заглядывать в историю и понять, всегда ли они были такими, стали ли они такими сейчас. Либо после революции. Где, в какой момент произошел вот этот слом позвоночника этого народа, и сейчас мы имеем то, что мы имеем. Сразу отвечу на вопрос этому человеку. Да, в каждой стране совершаются преступления, но он абсолютно прав. Не в таком количестве и не такие ужасные. Если из того, что происходит в России, происходило бы здесь, в Германии, это были бы события нонсенс. Это бы обсуждала вся страна. Об этом бы делали десятки передач. Этим бы занимались специалисты. Но в России вот ужас именно в том, что каждый день, открывая ленту, каждый день вы можете прочитать следующее. Житель Астраханской области вызвал скорую помощь для своей пожилой матери и пытался заставить приехавших врачей сделать в доме уборку. А затем, получив отказ, взялся за топор и угрожал с ними расправиться. Бригада скорой помощи выехала на вызов, а сын пациентки, пожилой женщины, пустил их в квартиру, возмущаясь при этом, что выполняет их работу, ухаживая за больной матерью. Далее Астраханец потребовал от врачей убраться в помещении. Когда получил отказ, схватился за топор. Оказалось, что это мужчина 56-го года рождения, и он состоял на учете в психиатрической больнице. Его направили на судебно-медицинскую комиссию, которая постановила, что теперь он будет получать медицинскую помощь в стационарных условиях. Вроде бы забавно. Врачи скорой помощи приехали и их заставляют убираться в квартире больной женщины. Но на самом деле это далеко не забавно. Ведь разбираясь с этим пациентом, они опаздывали куда-то, где они были действительно важны. И второе, то, что подобного типа люди спокойно разгуливают на улицах, и психиатрические клиники озадачиваются их состоянием только когда он уже напал с топором на людей, вот это вызывает вопросы. Вообще работа психиатрических клиник, как и психиатров в России, вызывает много вопросов. Их катастрофически не хватает, как и нет условий содержания подобного рода людей. Хорошо, что он их просто не искромсал, а мог бы. Как, например, другой житель Омска до смерти забил свою мать и только через двое суток заметил, что она мертва. В данном случае это не психическое заболевание, это человек, который живет не просыхая, то есть законченный алкоголик. Он смотрел телевизор и в тот момент, когда мать попросила его сделать потише, он набросился, но не соображая вообще, кто стоит перед ним. Нанес ей больше ста ударов ногами и кулаками, в результате чего женщина умерла. Мужчина накрыл ее одеялом и сел дальше смотреть телевизор и выпивать. А вот только когда он через два дня пришел в себя, он заметил, что она мертва и вызвал скорую помощь. Здесь речь идет о человеке, который напивается до потери сознания. А что говорить об охраннике из Челябинска, который в больнице номер 3 пристегнул к батарее 60-летнего мужчину, с которым у него произошел конфликт, а затем ударил головой этого человека, пациента больницы, который ожидал своего приема, более 15 раз об батарею. А до этого на этого же самого человека неоднократно жаловались на применение электрошокера в отношении людей, которые как-то ему казалось вели себя неподобающе. Вопрос возникает, как такие люди попадают в охранники, ведь они должны обучаться этому и предоставлять специальное удостоверение, где бы стояло, что они знают, как вести себя с людьми. Но, судя по всему, здесь на месте охранника был садист, который в конечном счете и добрался до тюрьмы, но при этом покалечив нескольких людей. И он был абсолютно трест. Какого опьянения алкоголя в этой истории не было. Запредельная жестокость, гуляющая по стране, которую можно ожидать от совершенно разных людей. Ну, вот здесь, смотрите, очередная новость. Школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц из-за того, что приревновала этих девочек к своему парню. Я не буду рассказывать подробности. Если вам интересно, пройдите по ссылке. Ну, понимаете, да, о чем речь? Когда ты живешь в стране, где избивают пациентов больниц, где школьницы 13-летние наносят тяжелые увечья своим подругам, и это не единственный случай. Это лента всего лишь одного дня. Пьяные российские школьницы напали на пять человек за час. Во Владимире с 7 до 8 часов две подруги в возрасте 15 и 16 лет совершили нападение на ребенка и четырех женщин. Они набросились на идущую в школу девочку. Одна из них схватила ту за волосы и повалила на асфальт, а затем вместе с сообщницей отобрали телефон и карманные деньги. Затем подруги нападали на проходящих мимо женщин и пытались вырвать у них из рук сумки. А 3 октября сообщалось о другой Владимирской школе, то есть в этом же самом городе, о школьнике, который пришел на занятия с топором. Восьмиклассник преследовал агрессивные цели, но директор школы успел его остановить. Мальчик стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Это к вопросу, например, о том, стоит ли разделять детей на умных, талантливых и дураков и больных. Вот мой ответ, как прежде, стоит, хотя бы для того, чтобы вашего талантливого и умного ребенка случайно не убил сумасшедший одноклассник. Но никого в России это не интересует, как и нет никакой серьезной образовательной реформы, нет никаких реформ в правоохранительных органах, да и это, пожалуй, не поможет. Понимаете, когда вы читаете подобную ленту новостей, вы понимаете, что с этим обществом что-то не так. Я давно живу в Германии, но никогда не читал сообщений о том, чтобы школьник пришел с топором в школу или чтобы две школьницы за час мудрились обворовать пятерых или изнасиловать своих подруг каким-то предметом. И это дети, господа, 13-15 лет. Я понимаю, что российские тюрьмы переполнены, я понимаю, что всех излечить невозможно, но, видимо, нужно разбираться, что с этим обществом не так. Конечно, страшно жить в подобном мире, я понимаю, что этим роликам я не прибавил позитива, Но я хочу сказать, что тем, кто все-таки хотят жить в этой стране и воспитывать своих детей, им нужно вырабатывать какие-то инструменты защиты, им нужно серьезно наказывать тех, кто делает из своих детей маленьких зверенышей. А когда я делаю ролики о том, что детей категорически нельзя бить или наказывать, кто-то начинает мне противоречить тем, дескать, отцовский ремень еще никому не помешал. Нет, помешал, вот вы и живете в таком обществе, где матери рукоприкладствуют, отцы рукоприкладствуют, учителя орут, соседи беспрерывно дебоширят. В результате у ребенка довольно рано происходит сдвиг в психике, и дальше это ходячая бомба, которая может сделать все, что угодно с вами, в вашем обществе. А теперь представьте, что подобных очень много. Ну, сколько вы знаете семей, где не наказывают своих детей, жестоко их не наказывают. Западное общество серьезно разбиралось в этих вопросах и пришло к выводу, что одна из самых главных причин – это насилие в семье. И поэтому, как кто-то что-то заподозрил, ребенка из этой семьи изымают сразу. Не потому, что они такие жестоки, а потому, что они защищают себя от того, чтобы из этого ребенка не выросло монстра, который может затем навредить очень многим. Вот в России никакие из этих механизмов не работают. Читать подобную ленту ужасно, но как можно не содрогаться при новости, что мать, поссорившись с мужем, выколола глаза пятимесячному ребенку. И это в стране, где беспрерывно орут о необыкновенной российской доброте, умных, красивых женщинах, смелых, заботливых мужчинах, о всеобъемлющей, всепланетарной любви к детям и о ценностях, которым завидует западное общество. Все, что я смог ответить этому человеку на его послание – то, что с Россией явно что-то не так. Продолжение следует...